день 3 каждый день начинается с того что нужно как можно быстрее выбраться на реку потому что чем ближе ты к зарослям тем больше комаров а ночью они просто звереют пока солнце не начнет печь к лесу лучше не подходить следующим шагом уборка за ночь в лодку набирается вода тем более был дождь нужно разобрать весь этот хлам и приготовить фарина на завтрак как-то так выглядит мой завтрак обед и ужин фарина с бананом но если не удастся поймать рыбу этого мне не хватит так что надо постараться на первый взгляд может показаться что все просто ты такой встаешь на реку и идешь на ней но нифига река очень странная очень глубокая тут под берегом больше пяти метров и то и дело течение сталкиваются образуя разного рода интересные штуки водоворота здесь вообще постоянная вещь плывешь и видишь порог просто посреди 30 метров и глубины выглядит все так как будто бы ты натыкаешься на порог и желательно его конечно же обойти смотрите водоворотки вот сейчас две струи столкнулись да моей лодки довольно безопасно нужно быть внимательным со мной все хорошо я не решил распилить свою лодку пополам просто решил сделать укрепление для весла сделать двойной двойной поводок надеюсь в этот раз получится банан и насекомое кажется землеройка жестоко но я хочу тоже есть ничего лично очередная высадка на берег но теперь поисках удочки если не работает донная снасть видимо скорость большая дно глубоко нужно длинная удочка чтобы ловить прямо под берегом что-нибудь летает что-нибудь здесь выберем сейчас может быть вот это вот длинная наверно мягкая но посмотрим должен отметить что вторая высадка состоялась намного проще сейчас от мою ботиночки буду сооружать удочку смотрите какая прекрасная 3 метровая даже больше да где-то 3 палка леску привяжу около руки ее длина будет помогать просто забрасывать вообще классно она хрупенькая конечно так полагаю но для рыбалки у берега хватит да ветер река выглядит совсем иначе смотрите какие волны несут деревья ну кустики я видел как одно дерево прямо на моих глазах обрушилась берега одна из причин почему я не иду прямо вдоль берега но мне нравится мои бананчики ну поехали будем ускоряться судя по . стоило только причалить и смотрите какой красавчик у меня наконец-то будет мясо а не только голая фаренья ну все ай он еще и ругается смотрите какой с ладошку это значит что здесь есть еще 12 и у меня будет приличный ужин спасибо мистер спасибо дождь что я причалил к этому берегу теперь я не жалею рычащий сом слышите ругается я понимаю что он небольшой но у меня нет другого все вещи разложил если снова начнется дождь то я готов а сам я не буду терять время и пойду искать личинок или гусениц потому что этот поймался именно на землеройку банан вообще не работает все удачи мне за день сильно устал но на этом берегу так и не смог найти личинки сил придает пойман и сом но нужно переправить на другой берег видно что там стоят высокие деревья значит есть и какие-нибудь старые кухляти готовлю лодку к отплытию под дождем отдохну потом 25 минут на то чтобы собраться довольно неплохо но у меня есть время чтобы поработать над результатом сомик подождет маленько вот это я понимаю волны немножко успокоились на грузовом кораблике мимо проплыли показывают жестами ты куда плывешь я говорю прямо а они показывают давай назад утонешь здесь это мы еще посмотрим это разве волны вот то ли дело было в Бразилии это я никогда не забуду вот это другое дело и я слышу как сом охотится настоящий большой лес сегодня ночуем на земле и может быть кого-нибудь поймаем я вспомнил что можно же в общем то этого сома остатки на приманку пустить поставлю 2-3 донки на ночь нашел место где питаются самы слушайте я вам плавник вижу прямо сейчас будет бух если банан не сработает отрежу кусочек от сома здесь я и буду ночевать похоже это падают фрукты и сомы их едят тогда я знаю что надо насадить он мне просто удочку одним рывком сломал хорошо у меня есть другое средство взял фрукт сошел на берег теперь жду неужели он нашел нормальную наживку это что-то похожее на инжир по вкусу по виду вон они о слышите чавкает ну огромные комары очень больно кусаются ну блин тут такие сомы я здесь буду жить точно по крайней мере пока одного не съем на банан ай блин весь чешусь муравейник наступил пока ловил блин ну если так пойдет придется их съедать ну я думаю одного большого я сегодня вытащу ну уже выныривайте и кажется я видел пару лам дельфины дельфины не ламантины видели красота комаров просто туча ну я не мог просто выбросить рыбу она же уже умерла так что распотрошил прямо с кучей комаров видите сколько их сейчас буду готовить не знаю кто кого съест первее я рыбу или комары меня 100 гамак сегодня висит между деревьями как полагается надеюсь лодку не упрут столько усилий ушло на эти две рыбки у меня были еще очень сильные поклевки но по итогу я потерял три крючка и один разогнут то есть несмотря на то что у меня действительно жесткие снасти есть их недостаточно нужны еще более жесткие крючки и еще более мощная леска просто одним рывком выщелкиваю там такие монстры плавают что это жесть ну я бы его и съесть не смог давайте будем честны а этих двух легко прекрасный супчик перед сном я как раз за эти три дня очень сильно устал ночи очень тяжелые очень много комаров губа раздута кто-то укусил мушка наверно а может и комары так что такие дела поем и буду спать надеюсь в этот раз высплюсь тем временем там где я разделывал рыбу идет пиршество посмотрите на этих кровожадных жуков и даже не боятся а без еды разбегались кажется миссия залезть в гамак без комаров просто невыполнима это то что осталось после минут пяти наверное борьбы за свою жизнь я убил уже десятки а их еще тут сколько так вот доброй ночи но бульончик был огонь смотрите что делает пытается ко мне залезть ну извините свободно и еще одна по ходу это они кровь пьют кыш 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 да сплошные кровососы и 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